Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Меня зовут Дмитрий Книга. И сегодня в выпуске вы увидите. На территории Видновского лесопарка идут масштабные работы по благоустройству. Ежедневно у нас на площадке находится минимум 80-90 человек. И у нас работает ежедневно где-то 20 единиц техники. В субботу, 15 июля, в Московской области пройдет акция «Ночь в парке». На одной из площадок гигантская дженга. Вот примерно моего роста. Это игра настольная, но уже более в таких больших масштабах. Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с коллективом Видновского перинатального центра. Городской округ растет. И, конечно, нам надо увеличивать и штатное расписание, и количество площадей для перинатального центра. Масштабные работы идут на территории Видновского лесопарка в районе улиц Заводской, Ольховой и Белокаменного шоссе. В рамках региональной программы «Парки в лесу» здесь будет благоустроено порядка 60 гектаров леса. Как построен процесс? Будет ли нанесен серьезный урон природе? На эти вопросы искал ответы наш корреспондент Максим Козлов. Некоторые очертания будущих объектов можно понять, только включив фантазию. Например, вот это – комплекс, где разместятся кафе, прокат спортивного инвентаря, комната матери и ребенка и другие важные помещения. Участок Видновского лесопарка в районе улиц Заводской, Ольховой и Белокаменного шоссе давно требовал благоустройства. И оно, по сути, часть исторического процесса, который запустили более 70 лет назад первые работники коксогазового завода. На энтузиазме тех лет после войны заводчане высадили 200 тысяч деревьев, 200 тысяч за несколько лет. Это лес достаточно искусственный, да. С годами он, конечно, и зарос, и валежник, и все, что хочешь, там есть. И, конечно, мы понимаем, что вот это все, это хозяйство беспокойное, надо теперь содержать. Финансирование проекта ведется по региональной программе «Парки в лесу» за счет бюджетов Московской области и Ленинского городского округа. Сейчас работа кипит во всех уголках. Предусмотренные проектом подрядные организации необходимо возвести до наступления сезона дождей. Ежедневно у нас на площадке находится минимум 80-90 человек, и у нас работает ежедневно где-то 20 единиц техники. Работы у нас начались такие полномасштабные, это в апреле месяце, да, что закончим и планируем в конце октября. Я думаю, что у нас есть небольшие сдвиги по графике, по демонтажным работам, но на общий срок это, в принципе, никак не влияет. В парке будет сделано все, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Подумали авторы проекта о том, чтобы и дети, и взрослые были защищены от противоправных действий. Территория парка будет подключена к системе «Безопасный регион». Здесь установят 25 камер видеонаблюдения. В глубине леса строители возводят, как они сами называют, тихую зону. Правда, сейчас здесь довольно шумно. Железные конструкции застелят деревом, установят лавочки и урны. И, как мы видим, живые деревья здесь являются частью архитектуры. Действительно, главная цель для тех, кто курирует благоустройство со стороны администрации округа, сделать все возможное, чтобы природе был нанесен как можно меньше урон, хотя это и стоит немалых усилий. Очень много деревьев сохранили. Там, где была предусмотрена вырубка, посмотрели, что можно обойти, пошли дальше. Авторам это не очень нравится проект, потому что им постоянно надо менять что-то, пересогласовывать, переутверждать. Это же все очень тяжело. Нелегко приходится и строителям. Сразу несколько служб, в том числе и природоохранных, ежедневно контролируют работу на площадке. Малейшее нарушение карается по всей строгости закона. У нас сложность это не повредить те деревья, которые у нас не идут под вырубку, потому что если строитель затрагивает это дерево, либо он его царапает, либо еще, это сразу же штрафы, это определенные административные нарушения. У нас уже были такие два случая, два административных штрафа было наложено подрядчикам, прошли суды, общий штраф составил где-то около 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что перед строительством проект выставлялся на публичное обсуждение, найти компромисс было нелегко. Впрочем, поправки в соответствии с пожеланиями граждан вносятся даже сейчас. Первоначально многие хотели здесь немножко спортивного уклона, чтобы не ходить к стадиону. И на лыжах покататься это. Другая часть жителей сказала, вот хотите кататься, идите на стадион, а мы хотим здесь просто гулять. И вот этот конфликт интересов, он до сих пор продолжается. Так как этот участок Видновского лесопарка исторически носил название Дыдылтинский лес, его и планируют оставить для нового объекта. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с коллективом Видновского перинатального центра. Он поздравил медиков с грядущим днём акушерогинеколога и наградил особо отличившихся в профессии. Накануне дня акушерогинеколога, который в России отмечается 15 июля, Видновский перинатальный центр посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Гостя встретили главный врач Тамара Белоусова и заместитель главы администрации Татьяна Квасникова. Для народного избранника провели небольшую экскурсию по перинатальному центру. Рассказали о деятельности организации и передовых медицинских технологиях. Чтобы женщина стала мамой при любых обстоятельствах. Это наша задача, которая стоит не только руководство высшее, и дальше помогать учреждениям медоспоможения второго и первого уровня. Владимир Жук осмотрел дневной стационар, операционные, отделение патологии новорожденных, реанимацию и родильные залы. Либо на ванной, в воде у нас роды практикуются широко. Раз, разбирается, поднимается, вот это снимается, и она вертикально рожает. В общем, всякие штучки при ламбахе, но также слежение за ребеночком, реанимация для ребеночка, если надо, взвешивание. Затем народный избранник пообщался с медиками и спросил, всего ли хватает им для эффективной работы. Единственная проблема у центра – нехватка площадей. Городской округ растет, и, конечно, нам надо увеличивать и штатное расписание, и количество площадей для перинатального центра. Здесь есть свой земельный участок, есть уже проект, поэтому следующая наша задача – это то, чтобы перинатальный центр Видного попал в государственную программу по строительству таких центров. Вот этим мы как раз и сейчас и будем заниматься. Также Владимир Жук поздравил медиков с грядущим праздником и вручил благодарственные письма за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности четырем врачам Видного центра. Среди них – акушер-гинеколог дневного стационара женской консультации Катьяна Жукова. Уже 30 лет она помогает беременным женщинам, а также тем, кто только мечтает стать мамой. Также занимается гинекологической патологией и проводит операции. С детства она мечтала приносить пользу и лечить людей. Здесь, возможно, и оперативная деятельность, и теоретические знания применить с пациентом. То есть мне важно было работать руками. Что как бы плюс ко всему акушер-гинекологии – такая благодатная специальность, потому что, ну, дает новую жизнь, помогает родить женщинам детей. Это всегда очень приятно. Среди награжденных и заведующие отделением патологии беременности Винновского перинатального центра Илья Скуликов. 15 июля он будет отмечать не только свой профессиональный праздник, но и собственный день рождения. Вот как бывает, когда сама судьба определяет предназначение. Екатерина Порисова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. В субботу, 15 июля, в Московской области пройдет акция «Ночь в парке». Присоединиться к празднику, который состоится уже во второй раз, могут и видновчане. Мероприятие пройдет в Центральном парке города. Чем на этот раз порадуют жителей, расскажем в нашем сюжете. Прошлогодняя ночь в парке. По ажиотажу превзошла все ожидания. Праздничное мероприятие посетили более тысячи видновчан. Все волновались в прошлом году, но в итоге мероприятие получилось достаточно интересное, хорошее. Почти полторы тысячи жителей пришло. Молодежь, конечно, в основном. Время такое, в общем-то, позднее. Но чтобы люди понимали, жители, что ночь – это не означает ночь до утра. Ночь в парке – это вторая половина дня, вечер. Заканчивается в 11 часов, то есть достаточно все, соблюдаются все режимы. В этом году место проведения акции осталось тем же – Центральный парк города Видное. Гостей ждет много всего интересного. Начнется мероприятие в 20.00 с кинопоказа и выступления музыкальных коллективов округа на летней эстраде парка. Стоит отметить, что развлекательные площадки будут работать параллельно, чтобы каждый нашел занятие на любой вкус. Это кинопоказ на свежем воздухе, на наших пуфих мешках, как было в прошлом году. Очень много людей заинтересовало, на самом деле, кинопоказы наши в парках. Поэтому также там будет проходить выставка. То есть это такая более спокойная зона, как у нас принято говорить, у молодежи – лаунж-зона. Также гостей праздника ждет интерактивная юмористическая программа от видновской команды КВН и конкурс от телеканала «Видное ТВ». Мы зовем различные клубы, кружки принять участие в наших мероприятиях. У нас будет «Вира и зона». То есть это такое что-то более современное, с шлемами виртуальной реальности. И любой участник может присоединиться и попробовать, если никогда раньше не участвовал. На одной из площадок гигантская дженга. Вот примерно моего роста. Это игра настольная, но уже более в таких больших масштабах. И будет немножечко поменьше, на самом деле, для детей тоже. Как рассказал директор видновских парков Моисей Шимаилов, в организации масштабной акции задействовано большое количество сотрудников нескольких управлений муниципалитета. Все управление по делам молодежи, культуры, спорта помогает, потому что этот проект все-таки областной. И, конечно, администрация городского округа, руководители, заместитель главы Татьяна Юрьевна Квасникова – все здесь участвуют. А главным подарком для участников акции станет пенная вечеринка. По-моему, ни разу не проводилась пенная вечеринка. Нам хотелось бы познакомить наших жителей вот с таким времяпрепровождением. Ну и в конце, в самом конце мы заканчиваем все мероприятие. Это расслаблением, йогой на неоновой нашей площадке. Мы ее подготовим, поэтому можно будет после пенной вечеринки окончательно расслабиться на йоге. Не пропустите уникальное мероприятие и проведите летнюю ночь в Центральном парке города Видное. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Мотобольная команда «Металург» вернулась с двух выездных игр. Матчи проходили в рамках чемпионата России, который выходит на финишную прямую. О том, как для видновчан закончились эти встречи и о настрое спортсменов на оставшийся сезон, узнаем в сюжете Юлии Пагасьян. В чемпионат России по мотоболу 2023 года перешел экватор. Впереди у «Металурга» самые ответственные матчи. А пока игроки восстанавливаются после серии выездных игр. Две встречи прошли в Краснодарском крае. В станице Полтавская с местной командой «Кировец». Она закончилась со счетом 13-1 в пользу видновчан. И в Кирпильской с игрокомплексом. Это сражение далось нелегко. Погода сыграла свою роль. Ливень, жара и влажность. Соревноваться в такой обстановке непросто. В Кирпилях поле тяжелое. Оно в принципе тяжелое. А еще когда дождь добавляет этого всего. Во-вторых, ребята выехали, настроились на нас. Хотели, может быть, как минимум ничью. С нами ничью сыграть. Для них это был бы хороший результат. Но за 4 или за 3 минуты до конца мы реализовали свой 16-метровый удар и повели в счете. В матче с игрокомплексом спас Анатолия Касьянова. Решающий гол забил капитан команды Иван Крештопа, поставив решающую точку в вопросе о лидерстве «Металлурга». Игра закончилась со счетом 2-1. Однако итогом сами спортсмены мало довольны. К результату относятся критично. Нужно ошибки искать в себе. Они действительно были. Будем смотреть, разбираться. Конечно, эти ошибки будем убирать. Потому что у нас впереди серьезнейшие игры. И стоят, особенно весь сентябрь месяц. Ну, это в конце августа. Две игры с полосом. Поэтому будем готовиться. А в ближайшую субботу, 15 июля, «Металлург» сыграет на домашнем поле. Спортсменам предстоит встретиться с командой «Ковровец» из Владимирской области. Матч состоится в 17.00. Это радует, что в этом году всплеск интереса к мотоболу, к команде «Металлург». И трибуны, как правило, у нас практически все время полные. Поэтому будьте добры. С «Ковровым» игры всегда были интересными. Мне как бы это было вообще. Игры, которые решали звание чемпиона Советского Союза, чемпиона России. Поэтому «Ковров» все-таки остается в силе. Сейчас он претендует на третье-четвертое место. И я думаю, они будут бороться очень активно. И потом приходить ребятам будет очень приятно, когда будут за них болеть. В рамках двухкургового турнира «Металлургу» предстоит сыграть еще четыре матча, после чего последует серия плей-офф. Можно сказать, начинается горячая пора чемпионата России по мотоболу. Юлия Погосяна, Александр Логинов, «Видное ТВ». На сегодня новостей больше нет. Всего доброго и до свидания.